Служение Дерека Принца. Как встречать последние дни без страха. Часть первая. Слово, которое мы будем провозглашать сегодня, взято из послания к Титу, второй главы, это одиннадцатый стих. Тут говорится «Ибо...» «Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво, жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования, явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Сегодняшняя наша тема — это послание, которое я никогда раньше не проповедовал. Очень интересно, как в итоге все получится. Итак, тема — «Как встречать последние дни без страха». В Библии очень много написано о последних днях или последних временах, начиная прямо с первой книги Бутия. Слово о последних временах мы встречаем из книги в книгу, заканчивая откровением. Несколько дней назад я был в медицинском центре на плановом обследовании. Я встречался с доктором и двумя медсестрами, и они спросили, что я думаю о состоянии мира сегодня. Я ответил, что «Верю в то, что мы живем в последние времена». К моему удивлению, они все втроем согласились со мной. Я очень удивился. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о том, как относиться к последним временам. Мы уже знаем из пророчеств, что это будет время суровых испытаний. Я верю, что это будет время самых суровых испытаний за всю историю человечества. Хочу просто перечислить очень кратко некоторые из заявлений, которые даны нам в Библии о последних днях. Затем мы поговорим о практических вещах, о том, как встречать последние дни без страха. Второе послание Тимофею, 3 глава, 1 стих. Павел пишет к Тимофею. «Знай же, он делает особое ударение на этих словах. Мы можем быть уверены, что так и будет. Будьте уверены в этом и не забывайте, в последние дни наступят времена тяжкие». Слово, которое переведено как «тяжкие», встречается в греческом варианте Нового Завета еще только один раз. Оно используется для описания двоих одержимых нечистым духом мужчин, которые пришли к Иисусу на восточное побережье Галилейского моря. В этом отрывке оно переведено как «страшные». Сказано, что они внушали сильный страх. Итак, Писание говорит нам, что в последние дни наступят страшные времена. Думаю, это намного более подходящий перевод, чем «тяжкие». Далее Павел продолжает, объясняя причину. Причина этому — разрушение человечности в людях, этики и морали. Павел приводит 18 характерных человеческих пороков, которые будут распространены в последние дни. Три из них относятся к таким, которые люди любят. Мы читаем, что, во-первых, люди будут самолюбивые, во-вторых, сребролюбивые, и, в-третьих, сластолюбивые. С абсолютной точностью Писание говорит нам о пороках, в которых утонет все человечество. Это любовь к самому себе. Самолюбие — это причина разводов, распада семей, церквей, а в конечном итоге общества. «Я так хочу, а на остальных мне наплевать. Я знаю, чего я хочу, и я этого добьюсь, несмотря ни на что. Это моя жизнь, это твоя. Я буду поступать так, как хочу, а ты вот иди своей дорогой». Такое отношение людей приводит к распаду семей. Распад семьи означает распад общества. Это разрушение структурированного порядка в обществе. И еще один отрывок, который предупреждает нас о тяготах последних дней, мы находим в Евангелии от Матфея, 24 главе. Иисус говорит о муках рождения, через которые Царство Божие установится на земле. Одна из особенностей Царства Небесного в том, что в Него всего один способ попасть. К Нему невозможно присоединиться, можно только родиться в Нем. Иисус говорил о том, что тот, кто не рожден свыше, не может ни увидеть, ни попасть в Царство Божие. Это верно не только по отношению к каждому конкретному человеку, но и по отношению ко всей земле. Земля может вступить в Царство Божие только через рождение в Нем. В Евангелии от Матфея, 19 главе, Иисус называет это духовным рождением. И, как и каждому рождению, Ему предшествуют муки. В Евангелии от Матфея, 24 главе, Иисус перечисляет некоторые из основных мук рождения. «Восстанет народ на народ». Интересно, что в греческом варианте для слова «народ» используется слово «эфнос». Мы знаем, например, о межэтнических конфликтах, которые вспыхивают во многих местах во всем мире сегодня. Сказано также, что восстанет Царство на Царство. Я думаю, что речь идет о политических войнах. Далее мы читаем, что будут глады, моры и землетрясения по местам. Послушайте внимательно. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами». Многие христиане соблазнятся и будут предавать друг друга. «Будет много лжепророков и умножится беззаконие». Как многие из вас, проживая в этой стране, заметили, что за последние 10 лет беззакония возросли. Также сказано, что любовь во многих охладеет. Греческое слово «агапы» используется специально для обозначения христианской любви. В конце говорится, что нам необходимо будет претерпевать. Иисус говорит, что претерпевший до конца спасется. В греческом языке особенно подчеркивается завершенность слова «претерпевший». Мы спасены сейчас, но чтобы остаться во спасении, нам нужно будет выдержать или претерпеть испытания. Я зачитаю список, не комментируя еще раз. «Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут глады, моры и землетрясения по местам». Христиане будут ненавидимы и преследуемы во всех нациях. Многие соблазнятся и будут предавать друг друга. Появятся многие лжепророки. Умножится беззаконие и охладеет любовь. И последнее нам необходимо будет претерпеть до конца. Я думаю, вы согласитесь со мной, что это не самая благоприятная перспектива. Одна вещь, которую я точно знаю о Библии, — это то, что она объективна. Я начал изучать Библию, когда покаялся, 52 года назад. Я решил точно докопаться до того, что на самом деле говорила Библия, отбросив все людские мнения, интерпретации и свои собственные предубеждения. У нас у всех есть предубеждения, личные, расовые, предубеждения по поводу других национальностей, динаминаций, доктрин и так далее. Но если вы действительно хотите слышать, что Бог говорит в Своем слове, нужно отбросить все это и открыть свое сердце и разум в смирении. Тогда вы услышите то, что Бог говорит на самом деле. Я часто говорю людям, что если вы никогда не испытывали изумления, значит, вы никогда толком не читали Библию, потому что это удивительная книга. Если вы никогда не были шокированы, читая Библию, значит, вы никогда толком и не читали ее. Библия — это шокирующая книга. Чтобы ответить на мой сегодняшний вопрос, как встретить последние времена без страха, я бы хотел прочитать из книги «Откровения». Хочу сказать, что у меня нет какой-то системы, как интерпретировать эти предсказания. Я не пытаюсь интерпретировать пророчества. Но моя позиция в том, чтобы быть открытым к тому, что Бог хочет мне показать. И в течение многих лет Он открыл мне довольно много вещей. О, большое спасибо. Я верю, что первые главы книги «Откровения» — это важный ключ для подхода к последним временам. Если мы не будем подходить к этому вопросу так, то силы, которые в это время будут противостоять нам, просто поглотят нас. Моя интерпретация начинается с «Откровения» первой главы. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, «Я есть Мальфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквям, находящимся в Асии, в Эфес и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, в Сардис, в Филадельфию и в Ладикею. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и обратившись, увидел семь золотых светильников. Очень часто в «Откровении» внимание человека, который получает это «Откровение», приковано не к Господу, а к чему-то еще, потому что мы не вынесли бы, если бы нам пришлось встретиться с Ним лицом к лицу. Поэтому сначала Иоанн видит семь светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падзир, и по персям, опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобные Халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум, вот многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. По всей видимости, из всех учеников у Иоанна были самые близкие отношения с Иисусом, пока он был на земле. Он лежал на груди Иисуса на последней вечере и задал ему этот вопрос, «Кто предаст тебя?» Даже после воскресения. Он ел завтрак вместе с Иисусом на берегу Галилейского моря, вместе с некоторыми другими учениками. Но в данной книге Иоанн написал о совершенно ином, новом откровении Иисуса Христа. Это откровение было настолько мощным, что он пал к его ногам, как мертвый. Что это было за откровение? Мой ответ — он встретился с Иисусом в качестве судьи. Видите ли, сегодня в церкви мы очень мало говорим о том, что Иисус не только спаситель, но и судья. Он — судья для всех людей. Сначала он будет судить церковь, а затем всех оставшихся умерших людей. Я думаю, очень важно для нас сейчас столкнуться лицом к лицу с фактом, что Иисус — судья. Для Иоанна это было устрашающее зрелище. Его глаза горели огнем. Его голос был, как шум, вот многих. Из его уст выходил острый с обеих сторон меч, ноги его, подобные Халкаливану, как раскаленные в печи. Все это — разные виды суда. Когда Иоанн встретился с судьей, он пал к ногам его, как мертвый. Я думаю, очень важно, чтобы мы все понимали, что в один прекрасный день столкнемся с Иисусом в роли судьи. А теперь давайте посмотрим второе послание Коринфянам, пятую главу, начиная с десятого стиха. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Обратите внимание, что здесь только две категории дел. «Все, что нехорошо, то плохо». Для Бога нет чего-то среднего. А далее Павел пишет, «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей». Интересно, как многие из нас действительно пришли к познанию страха Господня. Как многие из нас проповедовали, исходя именно из страха Господня. Вид Иисуса вселял такой сильный трепет, что Иоанн пал как мертвый. Далее в Откровении мы читаем, «Иисус положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся, я есмь первый и последний и живой». «И был мертв, и вот жив во веки веков». Аминь. И имею ключи ада и смерти». Здесь мы видим Иисуса не только как судью, но также как победителя над любыми формами зла. Над грехом, смертью, сатаной и адом. Он одержал совершенную, полную победу. Хочу отметить, что Иисус прошел через все это не ради себя, потому что Он всегда был в победе, но Он стал таким, как мы, занял наше место для того, чтобы привести нас в свою победу. Это благодать и милость Божия. Во-первых, что мне кажется необычайно важным в этом отрывке книги Откровения, это семь светильников, которые представляют собой семь церквей. Иоанн увидел Иисуса, стоящим посреди семи церквей. Нам всем необходимо понимать, что первостепенную важность во всей истории для Бога имеет церковь. Как я и Руфь цитировали совсем недавно, чтобы Бог мог очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Вот что является приоритетом для Господа сегодня. Это не народы, не политики, не военные лидеры. Это его церковь. Нам важно понимать, что мы первые в списке его забот. Если не понимать этого, то можно легко испугаться. Первое место, в котором Иоанн увидел его, было посреди церквей, переходящего от одной к другой и, по всей видимости, испытывающего каждую из них. Далее, в конце этой главы, он говорит, «Тайны семи звезд, которые ты видел в деснице моей и семи золотых светильников, есть сия». Семь звезд — суть ангелы семи церквей. Или, как я предпочитаю говорить, служители. «Семь светильников», которые ты видел, суть семь церквей. Сегодня мы рукоположили нашего брата как пастора. всем, кто находится в служении, пасторы, евангелисты, учителя, пророки, нам нужно помнить, «Господь держит нас в своей правой руке». Это очень серьезная мысль. Мы в его правой руке, руке силы. Далее, в следующих двух главах, второй и третий, мы читаем послания к разным церквям. Мы не будем разбирать их подробно, хочу только обратить ваше внимание на то, что каждый из посланий относится к одной из церквей. Те, кто не были в церкви, никакого отношения к посланиям не имеют. Я верю, что обычно, за исключением отдельных каких-то случаев, Бог ожидает от каждого верующего посвященности своей церкви. Если бы послания из откровения были отправлены в наши дни, то те, кто не принадлежат никакой общине, просто никогда не получили бы его. Оно отправлено только к церквям. И в то же время каждому участнику этих церквей описано «имеющий ухо дослышат». Поэтому недостаточно просто быть прихожанином церкви. Важно слышать голос Господа. Мы не будем подробно останавливаться на каждом послании. Просто я хотел выделить две вещи. Пять раз. Пяти разным церквям Иисус говорит «Знаю дела твои». Хочу отметить, что я использую Библию короля Иакова, и в ней эта фраза используется семь раз. В современных переводах эта фраза встречается пять раз. Я не хочу, чтобы возникли какие-либо недоразумения. Мне очень нравится Библия короля Иакова. Я лично думаю, что по духу она ближе всего к оригинальным текстам, но при ее написании были недоступны тексты, которые использовались при современных переводах. Поэтому не смущайтесь. Если у вас Библия короля Иакова, вы найдете эту фразу семь раз. В других, более современных версиях, вы встретите ее пять раз. Итак, по крайней мере, пять раз Иисус говорит, «Знаю дела твои». Это важно. Он не говорит, «Я знаю, какой деноминации вы относитесь». Или так, «Я знаю ваш символ веры». Или «Я знаю план проповеди вашей церкви». Нет, Он говорит, «Я знаю, что вы делаете». Это то, что имеет значение. Не то, что мы говорим, а то, что мы делаем. И пять раз к пяти разным церквям его первое послание было «Покайся». Иногда люди спрашивают у меня, «А христианам вообще нужно каяться?» Вот мой ответ. По крайней мере, пяти из семи церквей необходимо было покаяться. И из того, что я знаю о современных церквях, могу сказать, что соотношение не будет сильно отличаться и сегодня. Возможно, даже что сейчас соотношение было бы семь из семи. И помните, что покаяние — это ключ ко всему остальному. Если вы обходите стороной покаяния, у вас никогда не будет истинной веры. Вы можете искать, просить о благословениях Божьих, но так и не получить их, потому что первое условие — это покаяние. Когда Иоанн Креститель начал свое служение, чтобы приготовить путь для Иисуса, его первым посланием был призыв к покаянию. Также, когда Иисус начал свое служение, призыв в его первых проповедях был «Покайтесь» в день Пятидесятницы, когда необращенные иудеи спросили у Петра, «Что нам делать?» Он ответил, «Покайтесь». После этого стало возможным их крещение, потому что крещение без покаяния — это трата времени. Павел пришел к Ефесиным со следующим посланием, говоря, «Я не устаю говорить вам, как публично, так и каждому, о покаянии перед Богом и вере в Господа Иисуса Христа». Итак, мы видим, что покаяние стоит на первом месте. За прошедшие годы я много времени провел, наставляя христиан с проблемами. В результате я пришел к выводу, что есть предел тому, чего можно достигнуть консультированием. Иногда, я думаю, важнее изгнать демонов, чем тратить много времени на консультацию. Но вывод, к которому я пришел за это время, следующий. По меньшей мере, половина проблем, с которыми сталкиваются христиане, возникают из-за того, что они никогда не раскаивались. Поэтому, если вы сталкиваетесь с проблемами в вашем христианском опыте, исследуйте свое сердце и задайте себе вопрос, «Действительно ли я покаялся?» Полностью отвернитесь от всего, что может быть не угодно Богу, покоритесь Господу без остатка. Послание содержит также рекомендации. Во-первых, мы читаем о том, что важно благодарить Господа за все хорошее, проявлять терпение, когда все идет не очень хорошо, помнить о суде, который последует. И помнить о том, что обещание дано только определенному виду людей. Кому? Тем, кто претерпит до конца. В Новом Завете нет обещаний для тех, кто не претерпит. Павел пишет, «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». И у нас есть только два выбора. У каждого из нас. В том числе и у меня. Побеждать или быть с побежденными. Единственная, достаточная вещь, которая может одолеть зло, это добро. В самом конце книги Откровения, в 21 главе, сам Бог говорит, «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Нет никаких обещаний в Новом Завете и во всей Библии для тех людей, которые не покаятся. Теперь, после такого краткого обзора Семи Церквей, я хотел бы перейти к 4 главе. Сегодня утром мы вместе с Руфь прочитали 4 главу, как мы обычно делаем. Я был настолько поражен славой этого отрывка, что заплакал. Я не мог читать. Я столкнулся с одной проблемой. Дело в очках, которые я ношу, очень неохотно. Когда проливаешь слезы, все они капают на стекла. Мне пришлось попросить Руфь вытереть их для меня. Но сейчас со мной все в порядке. 4 глава очень важная. Не проходите мимо 4 главы, или у вас сформируется неправильное представление. В ней описывается престол всей Вселенной. Давайте посмотрим на первые стихи. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе, «И вот престол стоял на небе». Итак, первая вещь, которую Иоанн увидел, это престол. Опять же, он не мог разглядеть сразу того, кто сидел на престоле. Вся глава посвящена престолу. Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах, доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmuk.org. Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады! 6am Субтитры создавал DimaTorzok